Добрый день. Я благодарю вас за возможность принять участие в вашей столь значимой конференции для нашей страны. Итак, я хотела бы сегодня поговорить о новых препаратах и новых осложнениях в лечении рака молочной железы и немного о качестве жизни больных. И почему немного? Потому что это очень сложная проблема, которая, на мой взгляд, в Российской Федерации не очень учитывается. И если мы вспомним то определение, которое было дано качеству жизни, то оно включает в себя физическое, эмоциональное, социальное и функциональное благополучие. К сожалению, мы на своих местах, врачи-онкологи, не всегда способны оказать необходимую помощь нашим пациентам. И в сегодняшнем своем выступлении я буду говорить в основном о физическом состоянии наших пациентов. Первый вопрос, который я хотела бы задать вам. При выборе метода лечения в клинической практике вы учитываете распространенность опухлевого процесса, социальный статус пациента, наличие препаратов в учреждении или качество жизни пациента? Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да, мы ждем результатов голосования. И посмотрите, я сейчас их озвучу. Вы видите их, Инна Петровна? У вас они выведены на экране? Я вижу, что основная часть использует, учитывает распространенность опухлевого процесса, верно? Да, и наличие препаратов в учреждении 13%, социальный статус 6%, качество жизни 11% пациентов. А вот распространенность опухлевого процесса учитывает 70% респондентов. Я благодарю за ваши ответы, уважаемые коллеги. В принципе, я ожидала получить такие ответы. Действительно, мы больше ориентированы на болезнь, нежели мы ориентированы на качество жизни наших пациентов. И больше мы, конечно же, ориентированы на финансирование. Несомненно, успехи в лечении микостатического рака молочной железы в последнее время связаны с персонализацией лечебных подходов в зависимости от молекулярно-генетического подтипа. И мы с вами в настоящее время находимся опять на пороге новой революции в лечении люминального HER2-негативного рака молочной железы. И эта революция связана с введением в клиническую практику CDK-4,6 ингибиторов, а также нового препарата ингибитора пектрисеи мутации. Недавно совершенно мы были с вами свидетелями тех изменений, которые произошли в лечении метастатического и раннего HER2-положительного рака молочной железы. И успехи в лечении этого подтипа опухоли были связаны введением анти-HER2-препаратов. В настоящее время тройной негативный рак молочной железы также получил новые опции в лечении, а именно возможности применения иммунотерапии у пациентов с педель-экспрессией в опухлевой клетке. Но тем не менее новые препараты, которые мы получили в руки, они сопряжены с развитием новых побочных эффектов. Причем часть из этих препаратов является таргетными, и мы с вами помимо типичных побочных эффектов для цитостатической терапии имеем также специфические побочные эффекты, связанные с блокированием конкретной мишени. Итак, не очень для нас новая тема применения анти-HER2-препаратов, и класс-специфический побочный эффект у этих препаратов — это кардиотоксичность. Но с этим мы с вами худо-бедно уже умеем справляться и умеем лечить наших пациентов так, чтобы кардиотоксичность не развивалась. CDK-4,6-ингибиторы — мы на сегодняшний день в руках имеем три препарата — палба, риба и абемоциклип, которые имеют класс-специфический побочный эффект в виде нейтропении, и также они имеют некоторые различия по таким токсичностям, как кардиотоксичность, диарея и гепатотоксичность. Тройной негативный рак молочной железы в настоящее время получил новую опцию в лечении, это применение иммунотерапии, которая в настоящее время обсуждается уже и при ранних стадиях заболевания. На сегодняшний день мы имеем возможность использовать отезолизумаб при эпидель положительном метастатическом раке молочной железы в первой линии в комбинации с напоклитокселом, и мы можем с вами использовать пембролизумаб при MSI-хай у предлеченных пациентов. И, конечно же, иммунотерапия характеризуется иммуноопосредованными осложнениями. И, наконец, относительно новый препарат, который появился только в прошлом году в Российской Федерации, ингипетер мутации в генеопиктрисей, альпелисип, который имеет свои специфические побочные эффекты, связанные с блокированием петрикиназного пути, это гипергликемия и кожная сыпь. CDK4-6 ингибиторы, я уверена, что сегодня уже много разговаривали про эти препараты, но я очень быстро остановлюсь на различиях в побочных эффектах этих препаратов. Палбоциклип исторически первым появился в руках у клиницистов, и основная токсичность, которую демонстрирует палбоциклип, это нейтропения, причем в достаточно высоком проценте 3-4 степень, 54%. Рибоциклип — это второй исторически появившийся препарат. Частота нейтропении также высокая, но она ниже, чем у палбоциклипа, 29% 3-4 степень. Рибоциклип имеет свою специфическую токсичность, а именно удлинение интервала КУТИСИИ, встречается это у 8% пациентов, требует выполнения электрокардиограммы до назначения терапии рибоциклипом и требует контроль в процессе лечения. А бимоциклип — препарат, который имеет более низкую частоту нейтропений, 27% 3-4 степень, но имеет специфическую гастроинтестинальную токсичность. 90% пациентов имеют диарею любой степени. В 2021 году на конгрессе ЭСМА, посвящённой ракомолочной железы, был опубликован и доложен сводный анализ результатов всех монолиз, которые показывают нам, как меняется качество жизни наших пациентов в процессе терапии CDK-4,6 ингибиторов. Итак, было показано, что у пациентов, которые получают эндокринотерапию в первой линии лечения во всех монолизах, рибоциклип замедлял ухудшение качества жизни, рибоциклип удлинял время до ухудшения общего состояния в отношении общего состояния здоровья, боли и эмоционального функционирования. Мы видим с вами, что в абсолютных числах это практически 10 месяцев разница до ухудшения общего состояния пациента в процессе терапии рибоциклипом. Также был проведён масштабный глубокий анализ, который показал, что происходит улучшение показателей качества жизни на фоне терапии рибоциклипом и эндокринотерапии. Также было показано, что рибоциклип в комбинации с эндокринотерапией увеличивает время до ухудшения общего состояния здоровья во многих клинически значимых подгруппах. Это касается как молодых пациентов, у которых болезнь имеет более агрессивное течение, и также это касается пациентов с большим количеством зон метастазирования. Шкала клинической пользы ESMAM было голосование, в котором рибоциклип получил максимальное количество баллов, а именно 5, и это было проведено на основании достоверного увеличения общей выживаемости и улучшения качества жизни у пациенток в премио-паузе на основе исследования Монолиза-7. Перейдём к иммунотерапии. Безопасность применения отезолизумаба и напоклитоксела было изучено в исследовании IMPESTION-130. И посмотрите, пожалуйста, побочные эффекты особого интереса, которые указывают на потенциально иммуноопосредованную этиологию. Мы видим с вами, что в принципе в исследовании по раку молочной железы нет большого количества значимых иммуноопосредованных реакций. И основные иммуноопосредованные реакции заключались в развитии гипотириоза у 17% пациентов и отмечались в развитии гепатита у 15% больных, при этом 14% больных гепатит имели только в виде лабораторных отклонений показателей. В целом применение иммунотерапии при раке молочной железы не демонстрирует таких серьёзных побочных эффектов, какие были показаны в предыдущих исследованиях по иммунотерапии. И вот в исследовании IMPESTION-130 также было показано, что пациенты, получающие такое достаточно агрессивное лечение в первой линии терапии позволяют сохранить качество жизни пациентов, получающих комбинированную терапию отезолизумаб и напоклитоксел. Таким образом, пациенты не имели ухудшения качества жизни за счёт развития побочных эффектов. Более того, за счёт уменьшения симптома заболевания качество жизни несколько увеличивалось. В 2020 году в Российской Федерации был зарегистрирован первый препарат, который блокирует мутацию в гене Пиктрисей. Это препарат Альпилисип Пикрей, который зарегистрирован в настоящее время во второй линии лечения после прогрессирования на фоне эндокринотерапии в комбинации с Ольвестрантом у пациентов с метастатическим раком молочной железы с наличием мутации в гене Пиктрисей. Я вам напомню регистрационное исследование SOLAR-1, профиль переносимости. И наиболее значимыми побочными эффектами и по частоте, и по клиническому течению были гипергликемия, которая развивалась в группе Альпилисипа у 63% пациентов, и СИП. Эти побочные эффекты являются специфическими для этого класса препаратов и связаны с блокированием киназного пути Пиктрикей. Анализ факторов развития гипергликемии у пациентов, получающих Альпилисип, также был представлен на ЭСМО в этом году. И на основании глюкозы плазмонотощак, уровня гликозилированного гемоглобина, индекса массы тела и возраста пациентов, пациенты были распределены на высокий и низкий риск развития гипергликемии. И вот в группе высокого риска частота развития гипергликемии всех степеней составляет 95%, при этом 3-4 степень — 90%. В то время как у пациентов низкого риска частота развития гипергликемии 3-4 степени составляет 6,7%. И посмотрите, пожалуйста, прекращение лечения вследствие гипергликемии было отмечено у 14% в группе высокого риска и всего у 2,2% в группе низкого риска. Тем не менее, эффективность альпилисиба не зависела от исходного статуса, метаболического статуса пациентов. Мы видим с вами медиану выживаемости без прогрессирования практически одинаково у группы высокого и низкого риска 11 месяцев. Тем не менее, перед назначением альпилисиба мы должны иметь очень хороший контакт с пациентом. Мы должны всем пациентам рекомендовать исключение продуктов с высоким содержанием глюкозы. Мы должны пациенту рассказать о том, что есть риск развития гипергликемии и рассказать симптомы гипергликемии. В 2020 году в декабре группой российских авторов был опубликован консенсус по профилактике и коррекции гипергликемии у пациентов, которые получают терапию альпилисибом. С полной статьей можно ознакомиться в журнале «Клиническая современная онкология» декабрь 2020 год. На основании глюкозы плазмы натощак, уровня гликозилированного гемоглобина и индекса массы тела, а также дополнительных факторов риска в виде наличия в семейном анамнезе сахарного диабета или наличия в анамнезе у пациентки гистационного сахарного диабета или рождение у нашей пациентки, ребёнка более 4 кг при рождении, пациенты распределяются на группы риска развития гипергликемии. И для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы проводить адекватную профилактику развития гипергликемии. Так пациенты низкого риска не требуют профилактического назначения метформина и требуют не очень частого мониторинга глюкозы плазмы натощак. В первые две недели они проверяют уровень глюкозы один раз в неделю и далее один раз в две недели. А вот пациенты умеренного и высокого риска требуют назначения метформина. При этом группа высокого риска доза метформина должна достигать до 2000 мг в сутки и более частый мониторинг глюкозы плазмы натощак. Сразу должно обратить ваше внимание, что метформина должен назначаться очень медленно. Тетровать дозу необходимо потихоньку. Начинаем с 500 мг и потом добавляем по одной таблетке в течение нескольких дней. И только так можно поднять дозу до 2000 мг в сутки. И это необходимо для того, чтобы предотвратить развитие возможной диареи на фоне приема метформина. Мы имеем возможность корректировать дозу альпилисиба в случае развития побочных эффектов, убирая по 50 мг при необходимости при первой и второй редукции дозы. При этом редукция дозы проводится только при возникновении побочных эффектов 3-4 степени. Должна обратить ваше внимание, что снижение дозы альпилисиба сопровождается с снижением эффективности препарата. Но, тем не менее, должна сказать, что несмотря на то, что эффективно снижается, пациент, тем не менее, имеет выгоду от назначения альпилисиба по сравнению с плацебо. Должна сказать, что мы, так же, как и при иммунотерапии, со временем учимся профилактировать и адекватно проводить коррекцию дозы препарата в процессе клинических исследований. Итак, в исследовании СОЛАР-1 частота гипергликемии составляла 6,3%. Вот уже последующее исследование Байлиф в когорте А гипергликемии составило 1,6%, и в когорте Б, которая была более поздно активирована, составила 0,8%. То есть со временем мы учимся профилактировать и управлять токсичностью, а именно гипергликемии. Частота диареи при применении метформина, как я уже сказала, дозу нужно тетровать очень потихоньку для того, чтобы предотвратить развитие диареи. И при таком тетровании дозы метформин не увеличивает частоту диареи. Мы видим с вами пациенты, которые получали метформин. Частота диареи 49% и не получали метформин 50%. То есть цифры примерно одинаковые. Что я хотела бы, чтобы мы запомнили, это, конечно же, при назначении альпилисиба мы должны оценить факторы риска и профилактически назначить метформин в группе умеренного и высокого риска. Пошаговая тетрация дозы метформина в короткие сроки необходима при назначении метформина в профилактических дозах. При отсутствии эффекта от метформина необходимо, конечно же, получить консультацию эндокринолога, это желательно, и добавить препарат из группы SGLT, который препятствует реабсорбции глюкозы в почечных канальцах. Не следует применять инсулин у всех пациентов, которые получают альпилисиб по умолчанию, так как инсулин способен активировать заблокированный путь пиетрики и киназны и тем самым вызвать пролиферацию и прогрессию опухолевой клетки. С удовольствием должна сказать, что заработала возможность получить онлайн-консультацию эндокринологов в институте имени Петрова. Эндокринологи, так скажем, информированы о побочном эффекте альпилисиба и они в курсе ситуации, что необходимо с этими пациентами делать. Поэтому, если у вас на фоне терапии альпилисидом появляется гипергликемия, вы можете обратиться за профессиональной и грамотной консультацией эндокринолога. Должна с удовольствием отметить, что наши пациенты метастатическим раком молочной железы всё больше и больше живут в процессе нашего лечения. Но, однако, в процессе терапии есть риск возникновения хронических заболеваний и есть риск возникновения побочных эффектов на фоне нашей терапии. Качество жизни, связанное со здоровьем, включает физическое, умственное и эмоциональные, и социальные аспекты. И в заключение я хотела бы сказать, что качество жизни, так же, как и общая выживаемость, по мнению FDA, является основными критериями оценки клинической эффективности. И в 2020 году FDA пересмотрела свои критерии по регистрации препаратов. И в настоящее время считается, что препарат может быть зарегистрирован либо на основе увеличения общей выживаемости, либо на основе улучшения качества жизни. Это два критерия, которые FDA признаёт самыми важными в лечении метастатического рака молочной железы. Я благодарю вас за внимание и мой вопрос в заключении доклада. Сахарный диабет второго типа может стать препятствием для назначения альпилисиба? И варианты ответов. Да, нет. Да, если есть неконтролируемая гипергликемия. И нет. И если у пациента есть неконтролируемая гипергликемия, то мы совместно с эндокринологом подберём адекватную сахароснижающую терапию. Будьте добрые, коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Но, тем не менее, большинство аудитории, это 60% считает, что... А это только начало, да? Мы только фактически с вами вступили на такую тропу. Поэтому, Инна Петровна, проголосуйте. Вы видите ответы, да? Мне вам сказать? Я вижу, что большинство считает, что мы не можем, извините, сахарный диабет не является препятствием для назначения альпилисиба. И если у нашей пациентки будет неконтролируемая гипергликемия, то мы подберём адекватную терапию и назначим. Уважаемые коллеги, я очень рада такому ответу. Я надеюсь, что это будет использоваться в клинической практике. И действительно, сахарный диабет 2 типа не является поводом для отказа в лечении при условии адекватной сахароснижающей терапии. Продолжение следует...